Вот этот рисунок прилагается внизу вместе с этим видео, поэтому вы печатаете его на обычном офисном листочке форматом А4, чтобы соблюсти пропорцию. И вырезаете четко эти шаблончики. Затем нам понадобится, вот мы вырезали, надо сделать вот такие вот шаблоны. Для этого нам понадобится любая баночка из пипа или пепси, у меня есть под пепси, что-нибудь мягкое, вот подставочка под горячее, вот блокнотик, то есть оно мягкое, но при этом не сильно, то есть не совсем. И спица. Как сделать такие шаблончики? Все очень просто. Распускаем баночку. Вот распустили. Теперь нам понадобится наш шаблон и перманентный маркер. Отправляем по возможности. Аккуратно тут вот такие заусенцы образуются. Очень аккуратно. Не порежьте. И теперь нам необходимо подвести наш шаблон. Но главное четко соблюсти, чтобы края были четко, как у шаблона. Это важно. И убираем вот это зеленое. Она будет мешать, поэтому используйте любое спиртосодержащее. Вот у меня настойка камендула. Или спирт медицинский, чтобы вытереть. Аккуратно не поцарапайтесь, потому что вот здесь вот есть заусенцы, мы сейчас их будем убирать. Все вот эти вещи. Это надо обязательно обрезать. Чтобы не поцарапаться, не порезаться. Смотрите, ищите их. И затем берем наждачечку. Еще позже зашлифовываем. Вот видно, да, что я сделаю. Чтобы не порезаться. Теперь размечаем прожилки вот такой вот тоненькой спицей. Просто видите, под каким углом я веду. Кто умеет рисовать, тем это не надо. Могут просто сами вот так размечать прожилки. Сразу на нажести. Не обязательно стопроцентно попадать. Просто приблизительно. Вот, снимаем, видите? И остаются такие тоненькие, да, как... Теперь нам их нужно сделать именно очень хорошо продавить. Вот под таким углом по ним повторяем. Я же говорю, кто сразу, может сразу вот так делать. Угол, видите? Если вы поставите вот так вертикально, вы просто порвете. И сам шаблон, и жесть. То есть соблюдайте угол наклона спицы. При этом нам нужно ее просто вот так расправить. И все. Получаются вот такие вот шаблончики. Они нам нужны для того, что получаются с этой стороны прожилочки. То есть такие тоненькие прожилочки. У меня юристичные. Кто умеет рисовать, может сделать их более частыми. И теперь нам понадобится скотч. И наш шестой лепесточек. Называемая губа. Так как она нам не нужна, тут нету никаких прожилок основных. Тут только одна прожилочка будет, и мы ее просто сделаем руками. Нам не нужно столь сложную форму вырезать из жести, поэтому... И аккуратненько отперегиваем. Оп! И все. Осталось только вырезать. Вырезаем. Берем кусочек холодного фарфора и белую краску. Берила титановую. Я беру и использую. Единственное, у них отличная укрывистость. И они могут совершенно убить прозрачность. У нас архитейки, они далеко не прозрачные. Но все же небольшая прозрачность у них есть. Поэтому очень аккуратно добавляйте краску. Много не добавляйте. То есть чуть-чуть. И хорошо вымешиваем. Берем небольшой кусочек, отрываем. Остальное заворачиваем. Смазываем все кремом. Только тоненько. И раскатываем. Раскатывать можно чем угодно. Единственное, что оно должно быть ровненьким и не сильно толстым. Мы начинаем лепку с нашей серединки. Так как ей нужно будет еще один этап склейки. Поэтому мы начинаем с нее, чтобы она первая у нас уже подсыхала. и просто вот так подводим нашим канцелярским ножиком. Это сделать все значительно проще. Но вы уже увидели, какие должны быть вырубки. Какой формы. Потому что продается много всякого. Но это далеко не то. Вырубка должна выглядеть вот так. Теперь просто аккуратненько убираем. Аккуратно убираем, если что. я все очень-очень подробно показываю. Так как я понимаю, что вы только начинаете лепить. Это сразу убирайте, иначе оно высохнет. В зале перевернули. Смотрите. Теперь нужно утоньшить край. Проще всего этого сделать вот так. Вот так утоньшили. По краюшкам пальчиком прошлись. И все. И оставляем подсыхать. Попытайтесь аккуратненько снять, потому что оно тоненькое. И как видите, может прилипнуть. Вот оно прилипло. то есть не удивляйтесь, прилипать оно может, и это, к сожалению, нормально. Оставляйте немножко подсохнуть. Сейчас мы это откладываем пока. Теперь будем делать вот эти лепесточки. Мы так и будем делать сначала. То есть утоньшили, отложили. Оно подсохло, будем работать дальше. Поэтому пока делаем следующее. Достаточно тоненькое, чтобы полностью наш шаблон поместился. Хорошо приложили. И точно так же просто обводим. И вот так пальчиками тоньшаем крой. Вот это вот не страшно, что это торчит. Мы это, когда подсохнет, обрежем. Затем, чтобы и сзади у нас были прожилки, нам нужно взять шпажку. И так как она круглая, я уже это делала, немножечко вот так вот счесать, чтобы она получилась вот такая, с краешками такими. Неравномерными, то есть как счесалось. Берем в руки. Смотрим. По краешку прокатываем. И по центру. То есть сзади у нас тоже получается прожилки. Пускай они не будут столь реалистичны. Но все же они должны быть. Плюс не будет видно наших отпечатков. Оставляем подсыхать. И делаем то же самое с третьей частью. Вырезали третью деталь. Точно так же и стольшили краешек пальчиками. И точно так же серединку. Тут основная у серединка. И немножко краешек прошлись. Продолжаем подсыхать. Это ненадолго подсыхать. Это буквально минут на 15-20. Вернемся к этой детали. Теперь просто берем ножницы и аккуратненько отбрезаем вот эти вещи. Теперь можно снять. Ну подсохшая уже легко снимается. Вот получилась такая вещь. Вот мы еще немножечко. Если кажется, что этот краешек не очень тоненький, придавить. Вот это место нам вообще надо сделать. Таня усенькая. Это наши усики. Все видно, я надеюсь, да? Затем нам необходимо вот в этом месте вот так сложить. Так, сложить. Получилась прожилочка. Сложили, развернули. Сложили, развернули. Сложили, развернули. Потом можно так немножко сделать. Потом еще. Все. Краешки у нас тонюсенькие. Вот эту вещь надо подвернуть. Подвернули. Подвернули. Так, это вот где-то вот. Подсохшая. И все. Затем нам надо малюсенький кусочек. Девочки, малюсенький. Такой, где-то полгорошеньки. Вот. нам необходимо сделать вы на это не увидите. Вот. Вот такой вот прямоугольничек. Кубик. Совсем кубик. И режем этот кубик на две части. Затем нам нужен ПВА. ПВА. И капаем вот здесь в центр. Смотрите. Четко между вот этими ушками. зубочистками. У кого есть пинцет, пинцетом удобнее. Он у меня есть. Но я понимаю, что не у всех есть. Поэтому я буду показывать, как это делать зубочистками. Вот в этом месте снизу придавливаем, чтобы хорошо держалось. с другой стороны точно так же. Вот этот разрез должен четко выходить на вот эту серединку. Вот оно должно совпадать. На этот затем. Смотрите, это самый-самый простой вариант тонировки. это самая простая у нас серединка, которая может быть в нашей орхидее. То есть очень жирно, очень хорошо. Чтобы оно получилось ярко-желтое. Это вот здесь. и растушевываем края. Вот. Это из-под перетелемых яиц контейнера. Как раз он нам и подойдет. вот так. То есть на самый низ у нас ложится вот эта серединка. Ушки подводятся вот так. Вот так. Вот этой к центру. И нужна бумажечка, чтобы поднять вот эту часть еще выше. Еще выше. И вот эти вот устики тоже надо вот так вот вперед. И все. Это у нас должно полностью практически высохнуть самый носик нашей орхидеи. Для этого понадобится проволока. Кусочек где-то где-то вот такой полторы горошинки. Трубочка это ватные палочки. Я вот просто обрезала получилась трубочка. свернули. Трубкаем в клей. Это достаточно сложная деталь. Смотрите, как она выглядит. вот тут прижимаем. Прижали. Вот здесь нам надо сделать крепление для той части, которую мы сделали, которая у нас сохнет. приклеиваем. И сюда ее будем приклеивать. Делайте такую толстенькую, чтобы она хорошо все выдержала. Вот. Вот она сверху так выглядит. тут толстенькая, тут толстенькая, Затем делаем вот такие два углубления как глазка. Сделали две глазки и вот здесь надрезали хоботок. до полного высыхания получилась наша деталька. Самое здесь. Ровненько обрезаем все лишнее. И смотрите, вот это у нас вверх, это низ. Нам нужен маленький кусочек в проволочке для того, чтобы армировать вот эту часть. Вот буквально вот такой кусочек нам понадобится. Фарфора полимерной глины кто чем лепит. И откатываем. Это задняя его сторона. макаем в пувал. К верхней части ближе вот сюда. Смазываем. приклеиваем. Аккуратненько теперь вот она уже подсохшая снимаем с этой части. Это одно из главного. Берем настоящую орхидею. И рассматриваем. Смотрите под каким углом вот я палочку ровненькую вставила, да, у нас расположены лепесточки. Под этим же углом нам их надо сушить. Для этого нам нужно просто взять две бумажки. Вот это были просто обычные бумажки вот размер смотрики. Так сворачиваем и свернуем две части. Вот вторая такая. Это лицевая сторона. Вы поняли. Вот лицо. И поднимаем. вот четко по центру да? Понятно что это две бумажки. Вот в таком положении они должны сохнуть. Все хорошо обрезали. И теперь снимаем тоже аккуратненько. Тут можно тоже сразу дырочку сделать. Вот по центру. Смотрите этот центр. Хорошую дырочку армировать ничего не надо. Три лепестка вместе достаточно хорошо держаться. Теперь смотрите что нужно сделать. необходимо вот так краюшек листиков вот этих сложить этих нижних вот тут серединки. Так сложить и разровнять. теперь смотрим как сушить эти лепестки. Нам понадобится вот такая бусинка. Вот под этот центр с дырочкой мы должны положить бусинку. лепестки. так будут сохнуть наши лепестки. Четко все смотрят назад. лепестки. выглядит по-другому только тогда когда орхидея раскрывается. Но это буквально полдня. Потом она все равно раскроется и будет все остальное время выглядеть точно так же. Вот они все четыре четко построено у них отогнуты лепестки задние назад. Вот с этого угла смотрим. Они все отогнуты назад. И начинаем нашу сборку цветочка. скринь. и подождали пока она досохнет потому что мы сейчас начнем дальше клеить она может отвалиться мы ее подклеили и подождем часик а можно буквально через 10 минут когда уже прихватится наша серединка склеивать дальше просто смазываем вы помните где вверх и где вниз это у нас нельзя перепутать спасибо за просмотр! все хорошо поправляем и расправляем чтобы наш цветок был ровненький и оставляем его сохнуть где-то на час-два прежде чем собираем весь цветок целиком но все хорошо как раз и на самом деле и на самом деле это очень неплохо очень неплохо